Более 20 лет в реабилитационном центре «Будущее», известном одесситам как «Дом с ангелом», лечат детей с патологиями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. И делают это бесплатно. Такую идею заложил основатель центра, герой Украины Борис Литвак. Курсы лечения здесь проходят со всех областей Украины. Количество пациентов в день может перевалить за 50 человек. Да и помощь готова здесь оказать всем, кому она нужна. Но отсутствие стабильного финансирования не позволяет набирать большое количество детей. По словам министра социальной политики Украины, для улучшения качества помощи для пациентов центров реабилитации будут выделены дополнительные средства и закуплено необходимое оборудование. Проговорим сегодня с керівництвом центра, яка потребна допомога від уряду, від Министерства соціальной политики. Як вже було сказано, протягом останніх десяти років Министерство надавало допомогу. Помимо медицинских процедур, на базі реабилитационного центра проходят тренировки пара олимпийцев. Дети осваивают бочи – игру с мячом для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Одесский региональный центр «Новоспорт» попросил руководство центра «Литвака», чтобы мы могли здесь тренироваться. Они нам вот еще с момента руководства Борисом Давыдовичем и Литваком этого центра, мы вот бесплатно пользуемся такой возможностью и тренируемся в этом зале. Это вид спорта на точность. Координация, ориентация в пространстве, точность. Ну, собственно, в общем-то, развивает, собственно, и верхний плечевой пояс тоже. И спину развивает, конечно, потому что нужно удерживать положение, нужно стабилизировать себя. Ну и самое главное – это заставляет их асоциализироваться. Они выезжают, они общаются, принимают участие в соревнованиях. Мы проводим чемпионаты Украины по бочи. Уже шесть чемпионатов провели. И, собственно, практически все в Одессе. Для каждого пациента курс лечения подбирается индивидуально. Бассейн, физкультура, массажи и обучение ходьбе на специальных аппаратах. Врачи центра консультируют и отправляют проходить двухнедельный курс реабилитации. Некоторые пациенты возвращаются в центр по несколько раз в год. Во время лечения дети с родителями живут и питаются в пансионате при доме с ангелом. Самых маленьких здесь также учат считать и взаимодействовать с окружающим миром. Я хожу с самого детства, можно сказать, что я здесь выросла, как бы, в этом центре. И, конечно же, мне очень помогает, ну, не знаю, все тут так по-доброму, по-семейному. У нас здесь ЛФК, массаж, у нас здесь психологи, у нас здесь арт-терапия. Тут мы развлекаемся и раньше были даже концерты, постановы всякие. Ну, самое, что нам нужно, это ЛФК, массаж, водный массаж, это гидро, тоже замечательно. Мы всех любим, нас тут все любят. Финансирование для реабилитации каждого пациента центр получает от Минсоцполитики. Но денег от министерства хватает лишь на один курс. Остальные средства приходят в дом с ангелом от областных и городских департаментов, а также благодаря поддержке горожан, которые вносят свою лепту в развитие центра. Со всей предоставленной помощью дети могут получить всего три курса реабилитации в год. Но порой этого недостаточно. Мы можем принять на один курс лечения, который длится две недели, 125 человек в две недели. Если это финансирование будет, то мы можем оказывать помощь, мы можем до 4000 детей в год принять. Конечно, в идеале, чтобы дети, которые здесь живут, они ходили постоянно и непрерывно. Но, к сожалению, такого финансирования у нас нет такой возможности финансовой. Руководство центра, несмотря на то, что нуждается в финансовой поддержке, продолжает работу. За последние годы курс лечения получили десятки тысяч пациентов по всей Украине. А благодаря привлечению средств еще у сотен детей появится возможность получить курс реабилитации. Татьяна Барумбей, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.